Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и сегодня мы с вами поиграем в игру по названию Бравэлэнд. Игра очень красивая, у ней своеобразная рисовочка. В общем такие игры после Kingdom Rush того же мне очень сильно пригнулись, понравились, когда художники действительно стараются, рисуют это все от руки. Ну потом конечно же есть компьютерная обработка, но в целом все выглядит очень художественно, вот сейчас увидите. Так, играть, давайте новую игру начнем, я тут проверял на запись как выглядит все, давайте играть будем на знакомом жанрам стратегии, ну давайте на нормальном, на легком это наверное слишком уж пройти обучение, давайте пройдем, как раз на сейчас научат, покажут все. Так, вы выросли в маленькой деревеньке на окраине, где каждый живет тихой и размеренной жизнью. Беда пришла внезапно, свирепая банда грабителей напала на ваше селение, разграбив амбары и убив сопротивлявшихся, они скрылись во мраке. Намериться с судьбой не для вас, надев старые отцовские доспехи, вы решили отправиться в погоню за злодеями. Такая у нас затравочка тут небольшая, вот смотрите какая красивая карта. Судя по следам бандиты направились на восток, пора в путь. Да, очень все красиво, мне удалось вебку переставить направо, просто я пишу сейчас с другой программой, Shadow Play, к сожалению, эту игру не может захватить, он ее не видит вообще, в принципе. Пришлось через бандикам, в общем-то, такие технические элементы, может быть кому-то интересно, но как-то так. Смотрите, как здесь все нарисовано, скажите же, красота, можно просто любоваться, много мелочи, много разных деталей, камушки, костер тоже дымится, Здесь какая-то музыка играет из амбара, стоящего у нас там. И вот, какой-то сундучок, скорее всего, его можно будет потом взять, может ограбить. Ну что, пойдемте к первому какому-то фермеру, он явно с нами хочет поговорить, пообщаться. Ха, музыка хорошая очень. Да это не бандиты, а звери какие-то, мы еле ноги унесли, прятались в стогах сена, пока они не ушли. Наши амбары грабили, пока вы лежали на сеновале? По вашей вине, всю деревню ждет суровый голод. Об этом мы как-то не подумали, и что же теперь делать? Мы еще успеем догнать бандитов за мной. Так, это у нас первые воины, к нам присоединяются крестьяне, 7 человек. Хорошо, давайте посмотрим его характеристики. Простой сельский парень, вооруженный вилами, нет особых свойств. 3, 6 урон, 30, ну так обычно, все по нулям, у него в основном какой-то гонг есть, рог и сапог. Чем выше инициатива, тем раньше ходит отряд. Угу, понятно, а это что сапог? Скорость определяет дальность перемещения, все ясно. Такие типичные элементики. О, первые волки, скорее всего мы сейчас с ними будем сражаться. Ну что ж, давайте посмотрим, что он от нас хочет. Мать моя, Гертруда, как мы могли забыть, в этом лесу водятся огромные волки. Хватит пара голодных волков, не проблема для нас, вилы к бою. Первый бой, давайте смотреть, может справиться с овцой, но быка уже не одолеет. Молодой волк, нет особых свойств. Хорошо, просто обычный волк пошел с нами сражаться. Это ваш отряд из семи крестьян. Цифра обозначает количество бойцов в отряде. На подсвеченные клетки можно перемещаться. Нажмите на клетку и переместите отряд. Давайте подойдем. И как дадим ему по роже. Чем больше бойцов в отряде, тем он опаснее. Ну, это понятное дело. Нажмите на отряд врага и атакуйте его. Хорошо, на тебе вилами, гад. 25, нормально, он 8. Всего лишь чем меньше бойцов в отряде, тем он слабее. Продолжайте атаковать отряд для победы. На тебе, гад. Получил, да? Сволочь ты такая. На 7 он один. Без проблем можно прям в упор подходить и выпить его. Он два удара делает, чуть одного нас не убил. Ваши потери 0. Оль, хорошо, победа, уровень первого. У меня 20 наград отдают нам. Ну, за эти золото мы вроде как можем потом уже покупать себе, наверное, какие-то прокачку можно делать. Может, еще чуть-чуть, не знаю. Ой, а я тут это самое в засаде сижу. Вот сказочник. Видать, со страху бежал, куда глаза глядят. Вот и угодил волчий лес. Ничего подобного. Я просто заманил врагов в западню. Крестьянин присоединился к вам. Хорошо. Лишним не будет, однозначно. Ну что, пойдемте дальше. Ух ты, какие-то лучники стоят. Мне еще еще нравится здесь тематика очень хорошая. Ну, те же самые лучники, рыцари. В общем, я очень люблю стиль фэнтези. Ну, вы наверняка это уже прекрасно поняли по каналу. Так, до нас дошли слухи, что бандиты ограбили вашу деревню. Неужели это правда? Они забрали все, что мы заготовили на зиму, сопротивлявшихся убили на месте. И как они проскочили мимо нас? Видимо, шли ночью. Хорошо подготовились. Звучит скверно. Может, не будем их преследовать? Ну уж нет. Просто так они не уйдут. Мы поможем вам. Несколько хороших стрелков будут кстати в любой битве. Ух ты, лучники присоединяются к нам. Пять человек. Давайте посмотрим, кто они такие. Стреляет. Хорошо. Меткий стрелок с равнинных земель. Отлично. Ну, он прям со мной теперь. О, какие-то разбойники уже нас тут поджидают. Ну и сейчас посмотрим. Эй вы, горско слабаков, а ну-ка выворачивайте карманы. О нет, это кривоглазый Сэм. Похоже, его опять выпустили из тюрьмы. Спокойно. Даже целые шайки грабителей не одолеть нас к оружию. Вы хотите по-плохому? Хе-хе. Так будет даже интереснее. Ну, я тоже так считаю, что будет гораздо интереснее, если посражаться с ним. Батрак. Не гнушается любой работенке. Нет особых свойств. Бандит. Хитрый грабитель с больших и малых дорог. Выпадают монеты после смерти. Так, давайте смотреть, кто у нас там. Волоки идут первые, но я могу стрелять теперь. Это ваш стреляющий отряд из пяти лучников. Отряд бандитов далеко, и урон по нему будет слабее. Волоки стоят ближе, и урон по ним сильнее. Стрелки наносят урон без штрафа целям с полным кругом. Ага, у этого не полный, не полный. У этого полный занят. Хорошо, значит, по нему и будем стрелять стрелком. Давай, заряжай. Хе-хе. Хорошо, 21 будет. Нормально. Вот этот быстрый. Скорость у него перемещения очень хорошая. Прямо видно. Так, надо от стрелков, наверное, отводить. А, сейчас ход у нас. Ну, давайте волка, наверное, убьем, чтобы он не терроризировал нашего стрелка. Уже покончим с ним. А этот будет у нас стрелять как раз, наверное. Я думаю, можно самого жесткого бить сразу, да. Давайте с него начнем. 20. Жесткий, вообще жесткий. И смотрите, он сразу к лучникам бежит, надо отбегать. Так, кто у нас бьет? Крестьяне бьет. Ну, хорошо, крестьянин. Давайте, наверное, забаррикадируем проход, чтобы тот не смог пройти. Нет, вот это я зря сделал, конечно. Нет, конечно, я зря. Меня сейчас с двух сторон будут лупить. Ну, ладно, давайте попробуем его убить. Есть. Хорошо. Золотишко даже имеется. Так, надо, короче, убивать, потом золото собирать. Давайте его с лука. Да, смотрите, он не сможет пройти к моему лучнику. Хорошо. Интересно, вот то золото, которое там лежало, он у меня автоматически заберется или нет? Трофей 30. Наверное, с него это и выпало то, что там лежит. Ладно, будем надеяться. Надеюсь, не надо прям было целенаправленно подходить в эту ячейку и забирать. Кто-то спит в башне, видно. Так, это еще кто-то вообще привязан к дереву. В лагере бандитов обнаружили пленного человека. Фух, я думал, эти бандиты убьют меня. Постой. Ты Нолан из западной деревни? Я слышал о твоем отце. Говорят, он был хорошим воином. Да, мой отец научил меня кое-чему. Хотя я частенько сбегал с его тренировок, чтобы послушать новые легенды от старосты. Знаешь, когда-то я был отличным стрелком, пока не получил стрелу в колено. Думаю, я смогу научить ваших лучников одному трюку. Вы понимаете, к чему эта отсылка? Вот разработчики молодцы. Ох, порадовали. Лучники изучили новые способности. Выстрел ярости наносит повышенный урон цели. Хорошо, круто. Тут какое-то, видно, дрова кололи, заготавливали. Здесь лодочки даже имеются. Ух, как мне нравится рисовка. Кстати, сразу хотелось бы попросить, если вы знаете подобные игры, игры, которые нарисованы от руки художниками, вот такие вот подобного плана, как Kingdom Rush, как вот эта игра, пожалуйста, кидайте в группе в определенную тему. Она так и называется, игры для прохождения, то есть советы. Все подобные игры я очень сильно люблю, но, к сожалению, их очень мало, потому что сейчас все поглотило 3D график, как все делают с помощью компьютера, с помощью этих моделек. А это уже мне как-то, ну, прям поднадоело. Хочется чего-то такого душевного, прям вот, чтобы видно было, что человек сидел, старался, вырисовывал все эти листики, каждую там веточку. Ну, красота. Вот именно в такой стилистике, как вот эти игры, такая, знаете, мультяшная, что ли, яркая, радостная. Не знаю, мне нравится очень. В общем, если знаете, то, пожалуйста, пишите. Ну что, пойдемте, какой-то стоит тут колхозник, смотрю. Ого, сколько лишнего металла бряцает. На перепродажу отлично пойдет. А ну-ка, парни, снимайте с этих овыхов все лишнее. Твоя наглость сравнится только с размерами твоей бороды. Придется ее укоротить, укоротить, чтобы не мешало. Смотрите, он сразу сходу на меня. Так, кузнец, обладатель твердой руки и волшебного молота. Нет особых свойств. Смотрите-ка, у него здесь что-то имеется. Молот молнии наносит противнику магический урон молнии на расстояние. Ага, будет на расстояние. Бить, короче, все силы кидаем на него сейчас, значит. Так, здесь у нас забаррикадировано малость. Отряд получников получил особую способность. Нажмите и выберите особую способность. Ух ты. Примените выстрел ярости и обрушите его на батрака. Почему именно на него? Может, я хотел на другого? Ну, давайте попробуем. 30 сразу же, ничего себе, он его рубит. Мне это очень нравится. Так, Кристиан, так, кто у нас... Давайте, наверное, вот так вот и спрячемся здесь день за кустами. Вот так вот, вот сюда. Подальше, чтобы он не смог пройти. Я думаю, это будет оптимально. Один на один с ними сразимся. Так, по кому бы можно жахнуть тут? Если я на один шаг вперед сделаю, интересно, я буду доставать кого-нибудь хоть? О, да, полный круг, смотрите-ка. Ну, давайте, кого, кого? Давайте самого мощного и будем бить этого кузнеца. С ним нельзя церемониться, его нельзя подпускать к себе ближе. Вот именно поэтому. Смотрите, как он сильный. Так. Ну, с этим мы один на один здесь разберемся, я думаю, сейчас. Ты что творишь? Ты что себе позволяешь? Гад. Так, я буду по-прежнему, наверное, так у нас там восстанавливается. Ох, долго восстанавливается. Ну, давайте по нему бить. Так же, как и били. Чем быстрее я его заглушу, тем лучше. Так, пора лучника уводить, короче. Ну, либо перекрывать проход. Давайте вот так вот. Раз. Ага. Прикроемся нашими, нашей пехотой. Лучников беречь надо вдалеке. Они не должны попадаться на глаза. Давайте подальше отойдем и отсюда будем продолжать бить. Наверное. Кстати, у меня стрела имеется. Хорошо. На тебе, гад. Мы убили их самого важного. Отлично. Награда 70. Трофей 70. Опыт плюс 119. Отлично. Качаемся по чуть-чуть, помаленечку. И опять кто-то хочет напасть. Вы немного ли себе позволяете, гады? Сразу же, сходу. Ну ладно, пойдемте. В любом случае, тут отбой отлынивать нет смысла. Вы из ограбленной деревни? Мы видели повозки с различным добром своими глазами. Эти бандиты хорошо вооружены и организованы. А главное у них из наемников суровый вояка. Обозы, наемники. Неудивительно, что они застали нас врасплох. Готовили заранее. Да уж. Думаю, мы сможем их выследить. Тут есть тропинка через лес. Мы покажем путь. О, они к нам следопыты присоединяются. Это наши дружки. Хорошо. Следопыт, проворный и умелый лесной боец. Нет особых свойств. 65, кстати, здоровья. Неплохой. Никаких умений не имеется у него. Жаль. Хотя она потом откроется походу. Получить позже по сюжету игры. Замечательно. Надеюсь, откроем уже скоро. О, какие-то лучники сейчас будут против нас сражаться. Ну, давайте посмотрим, что они из себя представляют. Бросились в погоню, чтобы забрать свои вещички назад? До командира дошли слухи, что горско-крестьян идет по нашему следу. Глупцы. Мы уничтожим вас. Значит, ваш главарь думает, что нас остановит горско неумелых стрелков? Ну-ну. Возьмем не умением, а числом. Это мы еще посмотрим. Так, лучник-бродяга подался в разбой, научившись стрелять. Стреляет, иногда промахивается. Хорошая у него описание. Мне нравится. Ух ты, у них тут еще и редут какие-то оборонительные. Ну, давайте смотреть, как с ними будем разбираться. Здесь надо как можно быстрее к ним подходить. Здесь нет смысла сейчас где-то отбегать, ходить. Короче, идем прямо в упор. Загораживаем проход. И будем бить, да. А что остается делать? Они будут сейчас стрелять издалека. Тут только идти на максимум вперед, как можно дальше. Ну, а лучник, конечно же, пускай сзади стоит. Так, ему не хватает. Ну, вот этим-то можно любого стрельнуть. Так, 4, 3, 3. Давайте минимального, который у нас, 3 хотя бы, больше урона нанесем. Да, тебе, гад. 2 осталось, да, отлично. Одного убили. У меня 9. Это мне не нравится. Ну, да, действительно, они числом берут и все в моего лучника, гады. Промах, хе-хе, мне это радует. 5. Вот же паразит. Короче, лишаем их жизни сразу же. Так, если я на него нажму, наверное, подойдет? Срам? Да, смотри, сразу подошел к нему. Ах, ты что творишь? Ирод вонючий. Держи, гад. Не смог мне удар нанести. Давайте его добьем. Еще до сих пор живой, хотя один остался, казалось бы. Ну, какой все равно проворливый. Живучий гад. И все на моего этого лучника уже 5. Так. Я думаю, сейчас крестьянинами их добьем. Точнее, не крестьянами, как они там, следопыты. Да. И все силы на этого сейчас вдвоем окружим его. Чем быстрее его убьют, тем лучше будет. Так, я думаю, здесь надо подойти, наверное, на один хотя бы. Ой, все равно далеко. Скорее всего, промахнусь. Но, ладно, давайте попробуем. А вот повезет. Давайте в этого прям. Хотя нет, 4, 2. Давайте в этого. На тебе, 11. Хорошо. Попал. Те даже все равно мажут. Я попадаю. Три осталось. Было 5. Осталось 3. Вообще, они их быстро срубают. Так, короче, следопытов тогда на лототого. Их 4. Мне вообще крайне не нравится. Надо их тоже поголовье снижать. Ну, фермера можно этого добить. Пожалуй, так и сделаем. Так, лучник. Давай-ка ты полным ударом на вот этого. Да. Мне верхний вообще не нравится. Сейчас все силы на него. Ах ты гад. Следопытов тоже решил метиться. Это тебе с рук не сойдет. Подонок ты такой. Так, 8 против 2. Мы его сейчас добьем. 1. 1 остался. Ну что, добиваем вот этого? Что там 1? Что здесь 1? Все. Отлично. Никого не потеряли. И еще второй уровень. Победа. 140 золотых. Отлично, я считаю. Хорошо, справился. Давайте смотреть. Лидерство плюс 20. Вы можете добавить больше бойцов в свой отряд. Атака плюс 1. Стойкость. Так, можно либо то, либо то, что лучше. Я не знаю даже. Увеличивает сопротивляемость физическим атакам. Физическим. Исключительно. Увеличивает урон от урон ваших существ. Угу. Тут только от физических. А здесь урон. Я думаю, быстрее убивать это гораздо лучше. Давайте, наверное, атаку сперва. Потом уже будем на броню. Так, здесь какие-то фермеры с нами хотят пообщаться. Наверное, кто-то сейчас к нам вступит. Таверна – хорошее место для найма новых бойцов. За хорошее жалование и кружку фруктового эля мы с радостью присоединимся к вам. Пожалуй, наймем кого-нибудь из вас. Малыми силами бандитов не одолеть. О, отлично. Ну что, кого будем нанимать? Я думаю, можно парочку лучников, наверное. Раз. Два. Давайте максимальный отряд как можно. Ну и одного, наверное, этого. Все, в принципе, нормально. Пехота, она медленная. Лучники мне очень нравятся. Они хороши так прям на расстоянии. Прям то, что нужно. Так, здесь у нас торговля идет. Магазин, значит, мы сюда сможем подходить. Все время торговаться. Отлично. Пойдем пока что дальше. Гулять. О, какие-то гоблины стоят уже. Злые орки или кто это такие. Вот с ними будет, наверное, сейчас пожуще. Что ты ищешь, человек? Не тот ли сундук, что выпал у бандитов? Не найдешь. Мы спрятали его во дворе. Ага, он про тот сундук говорит. Чтобы к нему подойти, конечно же, надо сразиться. Ну, давайте. Ой, по-моему, я сболтнул лишнего. Теперь придется вас убить? Хе-хе-хе-хе. Это кто нам говорит? Какой-то гоблин. Хитрый обитатель лесов и пещер. Нет особых свойств. У него есть зато перебежка. Ускоряет на два хода в течение раунда. Угу, понятно. Примем к сведениям. Так, сотряд у нас не такой уж большой-то. Ну, в целом, можно справиться, если все силы бросать на одного сразу, на один отряд. Не перебивать. Я думаю, наверное, самого слабого гоблина. Начнем с вот этого вот второго уровня. Давайте сейчас все силы на него. Так, надо, чтобы он ко мне подходил. Чтобы у него хода не хватило. Так, он раз. Сколько он, интересно, будет идти? Поскольку он ходит, если бы знать хотя бы. Давайте, наверное, не будем сильно прям вперед к нему щемиться. А то он подойдет и первым удар нанесет. Можно вообще стоять на месте. Вот так вот в уголочек. Нет, в уголочек нельзя, чтобы тоже не окружали. Надо, чтобы всегда выходить. Давайте вот сюда, наверное, встанем. Можно даже к забору еще лучше будет. Вот так вот. Хорошо. Все? Это что? Пропустить ход, наверное? Да. Мне не надо на рожон лезть. Ага, он ходит всего на две клетки. Отлично. На две клетки, значит, он подойдет и ударит. Ага, нехорошо. Я подошел, значит, следующий ход должен быть моим вообще. Определенно. Так, если мы подойдемся, да, он тоже на одну клетку ударит. Если сюда подойдем, то, в принципе, нормально. Давайте-то так и сделаем. А вот этим-то мы сейчас... Так, пропускаем. Хорошо. Сейчас с уголочником будем рубить сразу же его. Я думаю, надо вот так. Он тут ко мне пошел, гад. Ко мне идет. Ну, мы убежим. На втором ходе мы убежим. Он всего лишь на две клетки, он не успеет подойти. А этим сейчас мы ликвидируем его, да и все. Маленький, маленький ход. Всего лишь на одну клетку. О-о-о, ускоряет. Смотрите, насколько... Вот оно как работает. Ах ты, гад. Он меня подловил на этом, конечно, сейчас. Это было неожиданно. Еще и волк подошел. Ну, короче, надо этого добивать. Вот этого. Чуть-чуть не хватило. 50? Ты издеваешься, что ли? 50 бьет. Он очень жесткий. Так, надо лучников уводить. Срочно лучников уводить. Либо на волка переключаться. Давайте на волка, наверное, переключимся. А то ничего себе он тут. Так, лучник, давай-ка ты подальше куда-нибудь. Прямо вот сюда, наверное, максимально. За фермеров, за наших. Такс, ну, и этого, наверное, надо добивать. Хотя, его можно и лучником бить. Здесь, наверное, можно вот так вот подойти и лупануть опять волка. Давайте, наверное... Да, давайте на волка, наверное. Раз и... Гада этого бить надо. Вот тварь, а. Вот к лучникам прицепился. Я так и знал, что он к нему именно идет. Лучников надо охранять. Как можно больше. Так, фермер. Бей этого волка позорного. Так, лучник. Так, давайте, наверное, встанем от сюда и стрельнем волка. Добьем его. Да, хорошо. Хорошо сработано. Так, один. Окружили. Окружили, гады. Надо убегать. Так, ну, этого мы сейчас тоже вынесем, я думаю. Да, отлично. Так. Ты сейчас поплатишься. За все поплатишься. На тебе. 21 удар. И он труп. И нанесут ему фермеры. Победа. Ваши потери. Смотрите-ка. 1, 2, 1. Сердечки нарисованы еще. Интересно, как это понять, так, что сердечки такие у этих черепа. Ну, то, что они мертвые, а у них какие-то сердечки с плюсиком. Что-то непонятно. Лечение. Понятно. Вот что это. Лечение 36. Отдалось. Все, понял. Они, в принципе, так не погибли. Наверное, вылечились. Ладно, ладно, человек, хватит. Мы же пошутили. Дело соседское. Хочешь, забирай этот сундук. То качур сам выкапывай. Ну, конечно же, сами. Мы не гнушаемся такими вещами. Ну, что там? Похоже, в этом сундуке что-то ценное. Опять копать. То картошка, то морковка. Теперь сундук с сокровищем. Надеюсь, обед уже скоро. Вы нашли сундук и получили 100 золота. Ну, хорошо, наймем себе новых бойцов, значит. Давайте так и сделаем. Сейчас сразу же наймем, а потом уже пойдем сражаться. Надо усиляться перед тем боем. Там какие-то вообще закаленные в боях, вижу. Ребятки ждут нас. Так, 50. А почему? А, он на 7,7. Жаль. Ну, давайте на максимум. На 11. 11, 7,7. Ну, все. Хорош. Мой отряд максимально упакован. И, в принципе, можно идти в следующий бой. К этому дармоеду. Кто он такой? Командир Фром знает, что вы разгромили его, ребят. И назначил хорошую награду за ваши головы. Это еще кто такой? Его парни обчистили ваши грязные деревеньки, если ты не заметил. Тот самый главарь бандитов? Похоже, он крепко испугался, раз повслал вас за нами. У командира нет времени, чтобы возиться с горской деревенщин. Нам заплатили золотом, чтобы выследить вас. Остальной куш мы получим за ваши головы. Продажные все, все за деньги нас пытаются убить. Здесь опытный грабитель, выискивающий слабую жертву. Лучник-бандит стреляет. Свист воодушевляет бандитов, повышая их урон. Понятно. Значит, его надо в первую очередь бить, чтобы он никого здесь не смог повышать. Кстати, вот какой-то сундучок. Его надо все-таки, наверное, брать таким образом. Прямо подходить и конкретно брать. А то золото, которое там выпало, походу, я действительно просто потерял и не смог взять. Так, вот интересно, насколько вот он опять ходит. Я даже не буду выяснять, я к нему сразу в опор побегу. Надо в опор бить, пока он не начал стрелять. Сразу будем здесь сражаться с ними. Вот и все. Смотрите-ка, хорошо, вступили в схватку. Главное, чтобы окружение сейчас брать не начали. Так, пропускаешь ход? Да, ну молодец. Я думаю, надо вот этого лупить. Хотя волки слаб же. Не знаю. Давайте защитим наших лучников, поставив сюда отряд, наверное, наших фермеров. А почему бы нет? В принципе, нормальный такой ход. Вот отсюда мы встанем перед ним. Еще и за кустами будем спрятаны. Пропускаем. А этого сразу начнем стрелять. Так, ну что, давайте, наверное, уникальной стрелой. Можно волка сразу мочить. Мне кажется, самый гадкий вообще здесь. Быстрый, потому что. Давайте на него все истратим. Только одного смог убить всего лишь-то. Да, смотрите, еще и воодушевить смог. Вот гад, свистит. Свистун. Надо его бить. Так, фермер наш стоит, да? Ну хорошо. Фермер пускай, наверное, стоит, ждет. Когда к нему волк подойдет, все равно сейчас никого не смогу атаковать. Хотя, с другой стороны, можно отбежать. Да, можно отбежать. Это хорошо. Так. Что ты тут свистишь? На тебе, гад. Хе-хе-хе. 34. 12. Вот волки мне вообще опять, смотрите, что творят. Сейчас добьют же. На лечение. Сейчас опять уйдет половина денег. А тут все стоит, ждет. Ему делать больше нечего. У него выбора другого нет, в принципе-то даже. Так, ну что, дальше убегаем, наверное. Как-нибудь подальше, прям, насколько это возможно. Там волк подойдет сразу, меня тоже начнет жрать. Я думаю, можно на дно отойти и стрельнуть в него. Это самое верное решение будет в целом-то. Самую гущу своих этих загнал. Какие они там называются у нас? Ассасины или никто не знает. Так, можно подойти, забрать сундучок. 40 золота. Хе-хе, и сам себя в ловушку загнал. Все, сейчас это будет что-то с чем-то так на 10 урона наносим. Мы на 12. Но мы получше бьем как-то все-таки. Как ни крути. Это мы сейчас добьем, да. Ах ты, еще и золотишко. Можно собрать. Да, точно 7, вот как оно работает. Так, этого мы сейчас, наверное, вынесем. У него всего лишь один. Давайте так и сделаем, чтобы он к нам не приближался. Смотрите, живучая тварь. Живучий вообще. Так, давайте отбежим от волков. От греха подальше. Все равно догоняет гад. Убили, убили моих. Так, уже с лучниками в упор сражаются. Это печальные новости. Такого вообще не должно быть. Подонок. Так, лучник. Ну давайте вот так ход на золото. И еще и волка цепанем. Один. Отлично. Жесткий. Сложный бой. Сложный бой. Смотрите, они в окружении берут собаки эти. Так, ну это мы сейчас вынесем. Да, хорошо. Лучником надо сразу же отбегать. Не знаю, можно на один, в принципе, отойти и стрельнуть. Так больше, наверное, пользы будет. Добежишь? Гад, добежал. Смотрите, что творит, а. Но все равно мы его убили. Как ни крути. Так, стрела появилась. Два. Отлично, одного вынесли. Четыре. Ну что, в упор идти осталось. Все, сейчас нет смысла тут даже. Давайте ждать, наверное. Не буду в упор к нему подходить. Сам просто подходит. Чтоб у нас был хотя бы один лишний в запасе ход. Если что, вдруг. Угу. Пять. И бьем. Все. Отлично. Смотрите, сколько у меня погибло там. Ничего себе. Так, ну они восстановились. На лечение 66. Странно, что это автоматически уходит на лечение. Я думал, как-то будет так. Смотрите, опыт у меня еще и уровень третий. Ничего себе, был второй только что. Нормально опыт этот заработал с ним. Лидерство плюс 40. Вы можете добавить больше бойцов в свой отряд. Знание плюс 1 увеличивает сопротивляемость магическим атакам. Стойкость увеличивает сопротивляемость физическим атакам. Давайте ее. Золото 298. Я думаю, нам можно еще затариться. Пока мы здесь рядышком, пока далеко не ушли. Давайте лучников восполним. Ну и отряд наш также восполним. Хорошо. 13-8. Все. Полный, полный отряд. Даже никого лишнего. Ну что, давайте на этом. Сегодня мы завершим нашу пилотную первую серию. Не знаю, мне кажется, я и дальше буду проходить эту игру. Она мне очень нравится. Она такая, знаете, простенькая. Вроде как умиротворяющая. Но и самое важное. Это очень-очень красиво. Ну и главное, помните о моей просьбе. Если у вас сейчас в памяти всплыли какие-то подобные игры, кроме логических квестов, я их терпеть не могу. Не хочу бошку ломать. У меня и так башка болит целыми днями. Что-нибудь такое, вы знаете. Вот как Индом Раш, вот интересно. Может быть стратегия какая-то будет. Там поселение, город строить. Может быть что-нибудь такое. Пошаговые бои какие-то. Но что-то в подобном духе было бы очень приятно от вас получить. И я бы смог поиграть в нее. В общем, увидимся, наверное, в следующей серии. И надеюсь, вам игра эта понравится. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете также написать какой-нибудь комментарий. И подпишитесь на канал. А также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!